Всем привет! С вами мастер спорта Михаил Мельничук и мы продолжаем разбирать партии турнира претендентов по шахматам 2020, которая проходит сейчас в России, в городе Екатеринбург. И мы сегодня разберем партию первого тура между двумя китайскими гроссмейстерами Дин Клиреном и Ванг Хао. Партия выдалась очень интересной. Сначала было преимущество дебютного у Дин Клирена, потом преимущество перешло к Ванг Хао решающее. Но в один момент Дин Клирен мог спастись и этот момент я вам в конце покажу. Поэтому смотрите до конца. А сейчас поставьте мне лайк и подпишитесь на канал, если вы этого не сделали. Итак, давайте начнем. Белыми играет Дин Клирен, черными играет Ванг Хао. Итак, английское начало у нас С4, Е5. Английское начало, G3, конь F6, слон G2, слон C5, D3, рекеровка, конь C3, C6. Идея черных провести D5, захватить центр. Конь F3, D6, рекеровка, ладья Е8. Вот в этот момент Дин Клирен сыграл конь А4. Конечно, хороший соблазн съесть этого слона или разменяться, или захватить пространство на ферзьевом фланге. Это теоретический ход. Конечно, Дин Клирен тут специалист в английском начале, но все-таки лично мне больше нравится вариант D4. После ЕД конь D4 у черных в будущем есть слабость на поле D6. Эта пешка ничем не подкреплена. То есть пешки его не защитить и в будущем, в перспективе, это будет слабостью. Ну ладно, Дин Клирен сыграл конь А4, слон B4. Прогнал, прогнал, B4, слон C7, слон убежал, Е4, захват центра. А5, слон B2. Опять же здесь, как по мне, в духе позиции выйти слоном пока на Е3. Но хорошо, слон B2 это не ошибочный ход. Конь А6. И вот в этот момент у Ванг Хау была интересная возможность. Как ни странно, поле на D7 обычно для коня. То есть мы не ставим сюда слона, потому что сюда обычно идет конь развиваться. Но вот именно в этот момент у черных есть интересная идея, связанная с ходом слона D7 именно. В чем же эта идея заключается? Белый ходит ферзь D2, черный ходит B5. И после ЦБ, ЦБ, конь C3, конь А6, слон на D7 очень хорошо стоит. Он защищает пешку на B5. А конь нападает на пешку B4. Опять же, то есть на взятие пешки можно будет сыграть и конь C5 с дальнейшими угрозами. Вилки на ферзя и на ладью. Ну или просто забрать даже слон идет А5. У черных здесь приятная позиция. Она примерно равная. У черных проблем здесь нет. Но Ван Хаус играл конь А6 и получил B5. Белый захватывает пространство. ЦБ, ЦБ, конь C5, конь C5, ДЦ. А4. Немного выгодная такая структура для белых. Это почему? У белых есть отсталая пешка на D3. Так как соседние пешки ушли вперед. То есть это потенциальная слабая пешка. Но взамен у черных есть плохая фигура. Это чернопольный слон. Потому что он упирается в собственные черные пешки. Давайте посмотрим, что было дальше. Слон G4, ладья А3. Мне этот ход тоже не особо нравится. Динклирен сыграл ладьей А3. Это по Немцовичу. Избыточная защита слабой пешки на D3. Но мне кажется, что до нее не так легко добраться. Поэтому можно было бы обойтись пока без этого хода. Сделать ход ферзем, уйти с подсвязки. Но хорошо. Конь D7, H3, слон H5, ферзь B1. Да, ферзь уходит с подсвязки. Значит, теперь игра черных заключается в том, что черный конь идет на лучшую позицию. Игра белых заключается в том, что белый конь занимает отличное поле на C4. Отличное блокирующее поле. Но в дальнейшем он может переместиться через гитрин на D5. Это тоже шикарное место для белого коня. Итак, B6. Ванхаузик крепляет свой фланг на ферзевый. Конь D2. Теперь коньеврирует. Каждый идет на свое поле. Слон F3. Этот ход мне нравится, который сделал Динклирен. Дело в том, что белопольный слон для белых является плохим. Учитывая, что центральные пешки находятся на белых полях, они заблокированы. И этот слон вечно упирался бы в собственные пешки. Поэтому слона действительно очень выгодно разменять. А на сход слон G6 у белых появляется уход H4, угроза H5. И в дальнейшем даже этот слон может встать на G4 и занимает уже хорошую диагональ, где он стоит довольно активно. Слон F3, ферзь G5, H4, ферзь G6, ферзь D1, размен, размен. Ну и так выясняется, что у белых так поприятнее позиция за счет, опять же, сильного коня, который сейчас станет на C4. Да, у черных все-таки слон похуже будет. H5, ферзь F5. Вот тут первая, мне кажется, неточность. Такая существенная. То есть неправильный план белые проводят. Конь C4, все очень просто. Там конь E3, конь D5. То есть надо было играть в духе перевода коня. Ферзь F5 слишком вычурна, владя D8. Не стоило так быстро менять ферзью и упрощать игру. Хотя, в принципе, здесь позиция, опять же, у белых неплохая. Корот G2, F6. И вот здесь, вот с этого момента, конь C4, король F7. Вот с этого момента белые начинают ошибаться. Они проводят неправильный план игры. В этой позиции нужно белым не спешить, так как у черных нет вообще никакой контр-игры. Нет у черных ни одного активного плана игры. Ну, максимум, что они сделают, сдвоятся по линии D, нападут на пешку D3. И поэтому, я считаю, и компьютер, в принципе, подтверждает, что сильнейшим здесь является ход король F3. Ну, и, например, владя D7, король E2, конь F8, конь E3. Заметьте, что пешка D3 вообще неуязвимая. До нее черные никак не доберутся вообще. То есть, ну, сдвоятся и все. У нас две защиты есть. Все, пешку никогда мы не проиграем. Белый конь же стремится на поле D5. И потом белые будут подготавливать прорыв F4. И в дальнейшем у белых лучшие перспективы на королевском фланге. Белые могут потихонечку позицию усилять. Но в этот момент Динклирен поторопился, видимо. Он сразу решил провести план с F4. Но оказалось, что этот план не совсем хорош. EF, G, слон F4. Конь F4 здесь ударил Вангхау. Кстати, у Вангхау была здесь еще и другая возможность. Тоже очень неплохая. Это сбить слоном. Но это нельзя забывать, что это турнир претендентов. Ставки высокие. И поэтому рисковать так сильно тоже не хочется. Потому что конь F4 тоже хороший ход. И тоже дает преимущество уже черным. Можно было сбить слон F4. G, владя D4 сыграть. Такой вот интересный сильный ход. Вроде бы отдаем пешку, конь B6. Но после хода F5 черные потихонечку начинают разбивать пешки белых. Заметьте, что все пешки просто под боем. Вот эти все пешки сейчас летят за доски. И их особо не защитить. Здесь преимущество у черных. То есть белые при точной игре борются лишь за равенство. Ну хорошо. Ван Хау тоже сыграл сильно. Конь F4 GF. F5. F5 очень сильный ход. Блокируем все пешки. То есть бить EF. Ну тогда все пешки белых просто разбиты. И они потом потеряются. E5. Владе E6. Давайте посмотрим. У белых сильный конь против плохого слона. Но что он может сделать? Теперь этот конь никуда не идет. Он уже на C4 стоит. И все. И дальше никуда не пойдет. А вот слабость у белых есть. У белых три пешных островка. Раз. Островок. Два островок. Три островок. И еще отсталая пешка на D3. Слабая пешка на D3. А у черных два островка пешных. Раз. Два. Поэтому преимущество уже у черных. Владя G6. Очень грамотный перевод. Владя идет на G4. Король G6. Как видите, конь никуда дальше не прыгает. Все. Пешка защищена. Владя D1. Слон D8. А вот пешка на H4. Увы, слабая. Надо что-то с ней делать. Владя A2. Владя D4. Можно было сразу забрать, в принципе, слон H4 здесь. Слон H4. Ну, такой вот вариантик. Покажу вам. Слон H4. Владя H2. Владя G3. Король D2. Король уходит. Тут черные должны играть G5. И, в принципе, у черных лучше позиция. Но у белых там есть шанс на спасение. Ну, ладно. Не будем вдаваться в эти дебри. Вангхао уходит в ладе D4. Это небольшая ошибка. Почему? Сейчас у Динклирена появится реальный шанс. Ладе D5. Конь E3. Конечно же, не стал повторять позицию Вангхао. Зачем ничья? Когда можно уже побороться на победу. Очень приятно выиграть в первой партии. И сыграл ладе D7. Ну, вот именно в этот момент у китайского спортсмена Динклирена, Динклиженя, был интересный шанс, после которого белые могли сыграть ничью. Итак, вы можете поставить позицию на паузу и подумать, как же белым стоит сыграть. Как же искать тут контр-игру хоть какую-то. Итак, я вам показываю. Это отход D4. Прорыв по центру. И как ни странно, обычное взятие Cd приводит к поражению уже черных. Почему? Давайте глянем. Ладе C2. Слон H4. Сейчас покажу другие варианты, почему черные коня не заберут. Шах. Король F7. Конь F5. И у черных очень тоскливая позиция. Дело в том, что под боем слон, под боем пешка, белые все отыгрывают. Но у белых сильная инициатива. Например, после слона E7, конь D4 защищаться от хода F5, от хода E6 почти невозможно. Здесь белые явно доминируют над черными. И я думаю, что белые бы без проблем довели партию до победы. Почему же нельзя забрать в этой позиции коня D3? Ну, потому что просто будет шах. Король E7. Теперь просто размениваются белые и выиграют ладью. И опять же, у белых лишнее качество. И белые побеждают. Поэтому на D4 надо бить ладьей. Ладья D4. Дальше вариант показываю. Ладья D4, CD. Конь C2. Белые просто пытаются отыграть пешку на D4. Черные защищают королем. Другой защиты этой пешки просто нет. Конь D4 все равно забираем. Король D4. Ладья D2. Король C5. Ладья D8. И у белых абсолютно равная позиция. Кстати, можно и доиграть черные. После король B4 ладья D6 преимущество уже переходит к белым. Так как после размена белая пешка первая проходит ферзи. А в этой позиции если черные играют ладья G1, самый точный ход. Но белые делают ничью. Например, король F2. Ладья 1. E6. Пешка идет у белых. Ферзи. Но черные спасаются вечным шахом. Да, от этого вечного шаха спасения нет. Например, если белый перекроется ладьей, все равно будет ничья. Потому что король идет на D6. Черные забирают даже пешку здесь. Но это битая ничья. Потому что никто из королей не может никуда прорваться. Да, полная крепость с обоих сторон. То есть в этой позиции на ладья D7 ход D4 давал равную игру. Это был реальный шанс спасти для Динклиренна. Но Динклирен сыграл ладья D2. Слон H4, ладья G2. Надеюсь, что после размена у белых будет контрыгра на пешку G7. Но не тут-то было. Ладья G4. Жертва качества очень сильная. Дело в том, что ладья сильны, когда есть открытые линии. А где здесь открытые линии у белых, спрашивается. У белых их просто нет. Поэтому после H4 белые сдались. Несмотря на то, что у белых лишнее качество. Но у черных взамен две пешки. И черные просто наступают вперед. Например, если бы Динклирен продолжил игру. Хотя, честно говоря, надо было продолжать. Нужно было еще проверить своего соперника. После ладья G1, ладья D4. Возможная игра продолжалась бы именно так. Как я показываю. Ладья C4. Это сильнейшая игра за две стороны. Я проверял на движке. Стокфиш 11, H3. Король F5. Взяли. Король G3. Можно было сразу король E5 сыграть. Да. Черные забирают пешку. G5. Ну и черные потихонечку выигрывают в этой позиции. Потому что король подходит на F5. Пешка идет на G4. И черные зажимают. Белые зажимают. И потихонечку доводят партию до победы. Оценка компьютера минус 8. Что подтверждает победу черных. Итак. Неожиданно для всех. Вперед в первом туре вырывается китайский. Игросмейстер Ванг Хао. Хотя фаворитом я считал как раз Дин Клирена. Вообще фаворитом всего этого претендентского турнира я считал именно китайцем. Но вот такие вот. Вот такая вот партия выдалась. Интересная. А вам если понравилось, обязательно поставьте мне лайк. Подпишитесь на мой канал. И до новых встреч, друзья. Пока.